Добрый день, уважаемые зрители и гости нашего канала. Сегодня у нас продолжение моих похождений. И сегодня мы затронем такую тему, как этап. Что это такое? Как это выглядит? И как это происходило со мной? Прошлое видео у нас закончилось на том, что постучали в дверь и сказали собираться с вещами на этап. Ушло у меня на это примерно в районе минут сорока. Я собрал свои вещи, попрощался со своими приятелями, которые остались в камере. И меня повели в транзитку на первый этаж. И там я встретился со своим приятелем Вованом. И находилось у нас там примерно в этой транзитке где-то человек 20, может быть 22. Мы разместились и стали ждать, когда приедет за нами машина. И нас отвезут на вокзал и посадят Столыпинский вагон. А учитывая, что время шло медленно, мы в принципе обо всем с Вовкой поговорили. И у нас была только одна проблема. Мы же заказали себе дверь. И как это узнать? А узнать можно только у дежурного на коридоре. И когда очередной раз он постучался в дверь, мы с Вованом подошли к нему и сказали, слушай, а нельзя ли нам в качестве эксклюзивной помощи оказать такую услугу? За пачку хороших сигарет назвать, кто куда едет. Он говорит, слушай, ребят, не проблем. Где-то минут через 15 подойду, у меня будут списки. Я вам расскажу. И действительно он не обманул. Взял у нас сигареты. И где-то минут через 20 пришел и зачитал прям пофамильно, кто куда едет. Нам с Вовкой повезло, у нас отлегло. А вот с нами находился молодой парнишка, который все рвался на Рязань, на Рязань. Я так понимаю, в кликотке. Мы, я не помню, как его звали. Единственное, что он был так очень живой и очень так волновался. И рассказывал, как ему повезло, как он смог договориться. И он едет в эту Рязань, Рязань, Рязань. От него все это звучало. Но когда назвали его фамилию, прозвучал очень интересный город Лабутнанга. Даже не знаю, город это может быть поселок. Но у нас отклики есть же от наших зрителей, подписчиков, кто написали, что Лабутнанга, это там. В общем, короче, это далеко. Но поскольку мы понятия не имели, где это находится, и я так примерно себе представлял, что это какая-то даль. Он так прилег и с единственным вопросом говорит, ребята, а где это? Я говорю, ты не переживай, ехать у Анаргет полгода. И скорее всего какую-то часть тебя будут везти либо на вертолетах, либо на оленях, это точно. И он так вот конкретно загрустил. Но у нас слово, слава богу, отлегло. Поскольку Тверь, это уже точно. Поскольку все, что вы делаете до этого, неизвестно будет, какой результат. Вот в этот момент, когда вам называют, ну, конечную вашу станцию, это и есть то, что с вами произойдет вот именно в это время. Все остальное, чего вы там планируете, не планируете, договариваясь, все это под жирным жирным вопросом. И только в этот момент вы знаете, куда вас повезут. Просидели мы там какое-то время, потом нас всех собрали, мы взяли свои баулы, посадили нас в автозек. Опять извиняюсь, кто-то говорит автозек неправильно, называться должно автозек. Я не знаю, как должно называться. Я всю свою жизнь, все свои 10 лет это называл автозеком. Поскольку есть автомобиль и есть зек, которого туда помещают. Поэтому автозек, давайте как бы, ну так это и оставим. Привезли нас на станцию, посидели мы там на корточках, потом нас запихнули в Столыпинский вагон и отвезли в ближайшую пересильную тюрьму. Это, соответственно, была Рязань. Рязань мне запомнилась чем? Это старая-старая тюрьма, где еще вот огромные эти стены, они сделаны арками. В этих арках есть выемки под факел. Все эти вот исторические факты, которые мы смотрим с вами по различным фильмам. И в этих стенах я ощутил всю прелесть наших зодчих, которые делали вот такие вот, я не знаю, монастыри, крепости. Я сомневаюсь, что это изначально была тюрьма. Но очень было похоже на то, учитывая толщину стен и толщину решеток, что тюрьма она уже была давно. Может быть где-то там была какая-то Пугачевская башня. Я не знаю, кто Рязань знает хорошо эту тюрьму. Пожалуйста, напишите. Молва шла, что где-то там была какая-то Пугачевская башня. Но дело не в этом. Еще мне чем запомнился эта тюрьма, там впервые я услышал песню Алсу и посмотрел клип, назывался он «Зимний сон». С тех пор, когда этот, ну правда сейчас эта песня звучит редко, когда она звучит, у меня сразу эти стены, вот эта вот обстановка камерная, это транзитка. Ну и кто бывал, тот понимает какая там атмосфера. Мы там стали разделяться кого куда, поскольку, ну не все же едут в Тверь, все едут по разным командировкам. И здесь уже пошла сортировка, то есть мы с Вовкой попали в какой-то, ну, круг лиц, которых повезли, естественно, в Москву. Я так понимаю, на Пресню. На Пресне мы тоже провели какое-то время. Из Пресни, естественно, нас также погрузили на транзитку вниз тюрьмы. И там, как только запахло рыбой, а это, ну, это такой стухлецой запах селедки, либо селедочного паштета, по-моему, выдали паштет. И мы, как обычно, погрузились на Столыпинский вагон и поехали в Тверь, как я думал и надеялся. Учитывая, что я уже ездил в Тверь и ездил на Столыпень, я примерно понимал, что нам 2-3 часа ходу. И когда мы проехали Тверь, а это уже прошло где-то часа 4, я поинтересовался у конвойного. Я говорю, слушайте, а у меня такой вопрос. Я говорю, мы, походу, Тверь проехали? Он говорит, да, в чем дело? Я говорю, у меня билет до Твери. Он говорит, ну и что? Я говорю, ну как, ну и что? Я говорю, ну, я же как бы до Твери должен был доехать, а почему я еду дальше? Он говорит, ну, не переживай, скорее всего, наверное, конвой за вами не приехал. И поэтому, чтобы вас тут, ну, не мариновать на станции, вас сейчас повезут, скорее всего, в Ярославль. Там такой же Централ, такая же пересылка. И, скорее всего, когда будет идти поезд там через несколько дней обратно, то вас засунут в этот поезд, и вас уже садят в Твери. Ну, если повезет. Если не повезет, вы опять приедете в Москву. И в Ярославле получилась такая беда. Давайте я вам расскажу, что такое, ну, неудачный этап. Поскольку количество людей, которых должны были садить в Твери, был не один и не два человека, то есть поединок было засаживать человек 15, а мы поехали в Ярославль. То в Ярославле прислали, естественно, два автозека. А получилось, что третий, который должен был поехать в Тверь, ну, его не было. То есть у нас получился, говорит, человек 15 лишнего народа. Мне в этом плане и повезло, и не повезло. То есть когда я вышел в тамбур, а там из тамбура, ну, назначают по команде, и ты бежишь в автозек. Иногда бывает, что автозек плотную подъезжает, но чаще всего нужно какое-то время пробежать. И я застал такую картину. То есть у нас в тамбуре находится три человека, меня вызвали. Первый человек, который стоял ближе к двери, ему дали команду, он побежал в автозек. И здесь я вижу интересную картину, что он в этот автозек не помещается. То есть, чтобы вы понимали, он подходит, ну, к двери, ну, которая потом должна закрыться. А там уже, как бы, кто-то торчит. И он немым вопросом, ну, видно, что спрашивает, а куда мне быть? И его там потихонечку начинают утрамбовывать. А когда места нет, это же видно, что он не утрамбуется. Я думаю, хорошо, ладно, если нас осталось всего двое, там еще какой-то рецидивист. Но он, видимо, не обращал внимания, что происходит. А я-то, как бы, уже замечаю, что сейчас будет конетель. То есть он не помещается. И я у своего конвойного, который стоит у меня в тамбуре, спрашиваю. Я говорю, слушай, а меня тоже вот в эту вот конуру? Он говорит, ну, да, и тебя, и вот этого. Я говорю, так вроде бы вот тот, ну, не помещается. Он говорит, а сейчас увидишь поместится. И этот конвойный, который стоит в автозеке, со всего размаха сапогом утрамбовывает в эту камеру, которая в автозеке. И он не утрамбовался. Он замахивается еще раз ногой утрамбовывает. И я так думаю, это его так. Следующий поэт, пойду я, а потом за мной еще вот этот рецидивист. Ну, правда, он был небольших размеров, ему, видно, повезло. А я-то, ну, довольно-таки крупненький. И я начинаю волноваться. А он говорит, да ты не переживай, и тебя утрамбуем. А у меня еще огромный баул с собой. Чего делаю я, когда называют меня, и это не шутка, и кидают вот этот амберг, где только что так утрамбовывали человека. Я закинул свой баул прямо на голову и закинул, пацаны, ну, извиняйте. И запрыгиваю прямо на них. А учитывая, что там же масса стоит, уже стоя там уже не посидишь. Они расступились, я там где-то посередине осел вместе с своим баулом, но я заранее извинился. А дальше, ну, сапогом утрамбовывали этого зазевавшегося рецидивиста. Он там кряхтел, но его тоже утрамбовали. Ну, и благо было ехать недалеко, где-то минут там через 20, может, 25 мы подъехали к тюрьме, где мы смогли отдышаться. И когда в Ярославле находился эти две недели, я стал поигрывать в карты. И благополучно проиграл свой огромный баул, учитывая, что у меня размеры его после этого этапа и то, что происходило, мне не понравилось. Проиграл какие-то вещи, съестные припасы благополучно кончились. А то, что у нас оставалось от грева собщика, это сигареты, там чай, мы отгрузили нашему приятелю в Иркуте, который шел куда-то в районе Мурманска. И, соответственно, баул мой исчез, какие-то вещи исчезли, и мне собщика на этап выделили такую более-менее компактную сумочку, которая совершенно ее размерами был доволен. Какие-то пожитки, ну, там оставались, именно вещи первой необходимости, поскольку я понимал, что сейчас в Твере я уже буду ехать в зону, а там уже как бы мне уже было все равно. Но на этом приключения мои не кончились. Как только нас привезли через какое-то время в Тверь, нас принимал, естественно, конвой тюремный. И когда привезли в тюрьму, если тверские знают этого человека, пожалуйста, напишите. Это был 99-й год, весна, и был там какой-то либо начальник, либо замначальника тюрьмы, у которого форма и весь его вид соответствовал полковнику каких-то царских времен. То есть, это папаха, это по фигуре сшитая шинель, то есть, он совершенно отличался от остальных. То есть, видно, он своим внешним видом заботился, и вид у него прям соответствовал. Что удивило еще? Когда наступило время Шмона, и каждый, кто проходил эти вещи, знает, что каждая тюрьма отличается тем, что в одной тюрьме что-то положено, а в другой тюрьме это не положено. То есть, вы можете приехать в Москву, и там будет положено одно, и совершенно запрещено другое. То есть, вы в оконцовке остаетесь какими-то перелитыми пастами, пересыпанными сигаретами, перелитым шампунем в какие-то пакеты. То есть, вы начинаете кататься с форменным безобразием у вас в бауле. То есть, там может происходить что угодно. Но учитывая, что я подстраховался, баул у меня был небольшой, но все равно нашлись деятели, которые решили, что это полетит в одну сторону, куда нельзя, а что положено, остается рядышком. И в этот момент полетели мои фотографии. Кто помнит, были такие аппараты Polaroid, где сразу выдавались фотографии. Вот у меня была фотография, на которой изображена моя собака порода Шарпея и моя жена Наташка. И одна из фотографий отлетела к старшему этой смены. Он посмотрел на нее, поднял ее с пола и заинтересовался. И спросил меня, это твоя собака? Я говорю, да. Он дал команду оставить меня в покое, подозвал меня к себе. Я подхожу, я говорю, а что такое-то? Он говорит, слушай, ну так чисто между нами. Хотим собраться и нашему приятелю подарить вот такую собаку. Слушай, если у тебя такая была, расскажи, там есть какие-то нюансы по породе? Я говорю, да, конечно, есть. В те времена это была редкая порода, стоила на бешеных денег. Но самое главное, она совершенно не подходила под наши условия. То есть, если у этой собаки нет проблем с зубами, они будут с глазами. Если нет проблем с глазами, будут с ушами. Если с ушами все хорошо, значит будет какая-нибудь аллергия. То есть, с этой породой постоянно что-то случается. То есть, она так конкретно требует определенного ухода. Чуть-чуть что-то не того дал. Не там она погуляла, простыла. То есть, это какие-то сопли. То есть, канитель конкретно. Я этому в двух словах описал старшему смену. Он говорит, слушай, ну нормально. Говорит, я понял, хорошо, что я с тобой встретился. Я говорю, а можно вот это вот, ну то, что у меня там происходит с вещами, как-то это приостановить. Он говорит, вообще не проблема. Дал команду, говорит, собери ему все обратно. Я ему кивнул. Он мне пожелал удачи. И я пошел уже к тем, кого уже обшмонали. А потом нас запихнули в камеру. По времени это где-то было только-только-только вот весна. То есть, вот буквально день-два-три начинались майские праздники. Чем эти майские праздники закончились, я сейчас расскажу. Случилась такая неприятная вещь. Хрен с ним, это майские праздники, это на 10 дней все вымерло. Никого никуда не возили. То есть, камера была битком набита. Следующий момент, это пошел снег, что меня удивило. То есть, где-то числа 10-11, 99-го года пошел снег. Ладно, бог с ним. Потом, после праздников, естественно, камеру стали развозить. А что получается? Я понимаю, что заказывают моих приятелей на Васькин Мох. Это прям видно, мы идем этим этапом. Их увезли. Ну, увезли, увезли. Меня оставили. Ну, сижу дальше. Приходит, допустим, неделя-полторы. Опять этап на Васькин Мох. А камера постоянно меняется, пополняются люди. И здесь еще такой момент очень интересный. Кто-то всех интересует. А как с питанием? Почему с собой нужно брать продукты? Вот их с собой нужно брать потому, что кто застал именно те времена, это 98-96-е вот эти вот года. Это был голодняк конкретный. То есть, кормили так, ну, что кормят, что не кормят. То есть, это вода, и в воде что-то плавает. Если это суп, плавает что-то типа какой-нибудь черной картошки, какой-то лук и какой-то хвост тухлой селедки. Это называется рыбный суп. Если какая-то каша, это и вода, и в ней какая-то сечка. Хлеб тоже, ну, понимаете, какого качества. То есть, в принципе, для молодого организма, ну, вот эти вот пребывания, ну, где-то недельку можно выдержать, можно выдержать две. Когда у меня уже пошла третья неделя, и этапы стали уже меняться, как с добрым утром, то у меня возник вопрос, а что со мной не так, поскольку три недели сидеть в транзитке, и уже несколько этапов пошло на твою зону, в которой должен быть. Я, естественно, слегка возмутился и постучал в эту кормушечку. Это специальное окошко в двери, ну, в которой вы можете общаться, либо получать баланду с администрацией. Ну, подошел к кону, и говорит, слушай, в чем дело? Я говорю, а будет вообще, когда-нибудь начальник спецчасти? Он говорит, а что у тебя случилось? Я говорю, да ничего не случилось, я говорю, уже пошла четвертая неделя, как я сижу здесь, и этапы только ездят и приезжают. Я говорю, а меня что, здесь забыли? Я говорю, понимаю, а еще у меня такая кровать была, ну, шконка, на втором ярусе под иконами я там сидел. Я говорю, я скорая, это самое, ну, перевоспитаюсь. И так, потому что, я говорю, ну, сколько можно? Я говорю, ну, четвертой недели это уже много. Он говорит, скажи свою фамилию, я ее называю. Он говорит, хорошо, я уточню. Прошло часа два, приходит уже офицер. Я говорю, а можно, я говорю, мне начальника спецчасти? Он говорит, это я и есть. Слушай, мне, говорит, назвали твою фамилию, это, говорит, так? Я говорю, да, это моя фамилия. Он говорит, слушай, ну, у меня твоих, ну, бумаг твоего дела у меня нету. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, так. Я говорю, а можно тогда уточнить? Мне, говорю, вообще-то дали срок. Я говорю, ну, это же не пожизненно. Я говорю, если вы потеряли мое дело, мне еще всю жизнь, что ли, сидеть? Он говорит, слушай, не переживай, ну, где-то оно должно быть, я сейчас поищу. Я говорю, а можно это как-то, ну, за неделю, там, или за пару дней управиться? Я говорю, еще здесь месяц торчать не хочу. Он говорит, ладно, не переживай, засмеялся, говорит, ну, за неделю разберемся и ушел. Я уже заволновался, думаю, опять какие-то приключения со мной, да что же это такое-то, нельзя спокойно доехать до этой Твери. Прошло какое-то время, наверное, двое или трое суток, значит, заказали этап на Васькин мох и, соответственно, прозвучала моя фамилия, значит, дело мое все-таки нашли. И я поехал, у нас получилась совсем какая-то маленькая компания, был я и еще два таких молодых парня мужичка. Мы загрузились совершенно в пустой автозек и где-то буквально, опять же, через час-полтора были в этом самом лагере. А это поселок Васькин мох, нас туда привезли, опять не обошлось без приключений, у меня, говорю, постоянно что-то происходит. Был такой момент, весна, лужи, и автозека остановился, ну, видимо, там долго он останавливался, там прям определенная такая, ну, как бы канавка, и в канавке лужи. То есть, видно, он часто приходил, а зеки же спрыгивают, и когда спрыгивают, стоят лужи. И здесь еще интересный момент, вокруг вас стоит приемная вот эта вот команда, то есть, это человек 6 или 7, с собакой, как полагается, они говорят, прыгай, там же еще можно слезть, но почему-то надо было именно прыгнуть. А я вижу, куда я прыгнул лужи. И я, как человек вежливый, переспрашиваю, я говорю, точно прыгать? Они говорят, да, прыгай, что ты задерживаешь других. Я говорю, давайте еще раз спрошу, точно прыгай, сволочи. Я говорю, ну, хорошо, я прыгнул. Переписайте картину, я прыгал, у меня 45-й размер ноги. Я прям, прям, хорошо, прям по середине этой лужи. И все вот эту вот команду, которая стояла, я брызгал грязной водой. Они на меня зло посмотрели. Я говорю, так я же, говорю, два раза переспросил, ну, понимаешь, что будет. Они говорят, ладно, проходи. И я прошел. То есть, ну, в принципе, начало было хорошим. Дальше, ну, прыгнули эти двое, ну, их уже, правда, разрешили слезть. И мы пошли в карантин. В карантине мы разместились, ну, понимаете, там чек на 30 рассчитано. Мы там осели втроем. И, как бы, отдать должное пришел смотрящий к нам за лагерем. Передал мне кое-какие бумажечки. Я ему кое-какие записочки передал. И начались суровые тверские будни. И одна из маляв, которую он мне передал, это была от моего Вовки. Который, получается, уже месяц был в этом лагере. Где он написал такую вещь. Он говорит, Гера, здесь обстановочка немножко не та, какую мы с тобой, как бы, хотели бы застать. А говорит, скорее всего, где-то через недельку я уеду в СУЗ. А СУЗ, это барак строгого режима. Он, как бы, находится в лагере. Но с лагерем вообще нет. У него отдельная локалка. Они там сидят безвылазно. У них только есть прогулка один час. И мы не соприкасаемся никак. Единственное, что нам повезло, там два этажа. И какие-то этажи выходили, ну, в зону. И мы могли там аккуратно переговориться. Буквально там фраза другая. И то это считалось нарушением. Ну, это мы в следующих сериях расскажем. Но это все бог с ним. Нам же тоже там была положена прогулка. А поскольку карантин находился около вахты, тут нарисовалась очень интересная персона. Я, когда его увидел, я глазам своим не поверил. Кто смотрит внимательно наши ролики, у меня начальник отряда, Михаил Викторович, был на усиленном режиме. И представляете, какое мое удивление, когда на строгом режиме, через несколько лет, идет по тропинке от вахты мимо карантина, мой начальник отряда, который был у меня в той зоне. Он видит меня, я вижу его и спрашиваю, я говорю, Михаил Викторович, я говорю, ты-то почему здесь? Он говорит, Герман, я-то ладно, но ты-то с какого перепугу тут оказался? Я говорю, а что так улыбаешься? Он говорит, а там твои приехали. Я говорю, как только твоих увидел, понял, что скоро увижу тебя. Я говорю, в принципе, к тебе и шел. То есть, попав в другую зону, через несколько лет, я встречаю своего начальника отряда. Мы друг другу улыбнулись. Что случилось дальше? Чем закончился карантин? Как я поднялся, соответственно, в барак? Я вам расскажу в следующей серии. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. В Инстаграме, в Телеграме мы присутствуем. И какие-то вещи мы, естественно, выкладываем в Инстаграме, чтобы было вам интересно. На этом все. Всем пока. С вами был Герман.